Решил я несколько интенсифицировать тренировку по мере возможностей ежедневно Работать над презом, над презом Не знаю что у меня получится, что побореть Мотивация, либо лень, либо здравый смысл В любом случае надо руководствоваться именно здравым смыслом Чтобы такую нагрузку давать, чтобы я комфортно живусь А не то, что одна тренировка, другая тренировка Только, только, только все для тренировок, только вся жизнь для тренировок А когда жить? Жить-то очень интересная штука Вот, ну попробуем, попробуем По крайней мере попробуем, что получится Итак, на живот, я думаю, делать тут на, можно так сказать, на импровизированных брусьях упражнения Потом второе, мое любимое И третье, наверное, у нас крутое То есть три упражнения, подходика по три Насколько это даст эффект, как это все будет получаться Ну, поехали Начнем десяти раз Ну, упражнения, в моем понимании, так направлены, чтобы как бы и верх пресса, и низ пресса прорабатывались Ну, примерно так По крайней мере, упражнения на одну мышечную группу Как-то сделать полегче К любому, на русский, надо привыкнуть Надо привыкнуть, настроиться на упражнения Так никогда не делаю Получается какая-то коррелизна, но тем не менее Вот когда затянуешь какие-то упражнения делать, а ты их не делал Они должны сразу приносить эффект Пока к ним приспособится организм Ну, что сказать Три подходика залепили Теперь вот это так С непривычки С непривычки Сорок кг здесь Ну, тут чуть побольше Там, сорок кг Один, два Начнем с этого Ваши Сорок кг Что-то упало. Чтобы что-то существенное было, я думаю, сделать 100 повторений, разбив их на 4 подхода по 25 раз. То есть 5 подходов уже как-то многовато, по 20. Лучше вот так вот. Естественно, ко всему этому надо перестроить свое сознание, чтобы вот так и заниматься. Привык по 15 делать. А тут пусть вес поменьше, но проработка лучше, по 25. Привык поizza уровень. Субтитры делал DimaTorzok Посидим Да, вот Вот столько времени В течение дня выделить Перед обедом И то Требет каких-то Больших волевых усилий Чтобы заставить себя А естественно, если каждый день Ну, посмотрим Ох, насколько Мне хватит Насколько надо Втянуться Кажется, сначала все это Как-то тяжело Но надо втянуться Такое вот Ох, насколько Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это упражнение я никогда не делал и оно будет очень сильно воздействовать, поэтому не спешите, можно было сделать 40 и более скруто, 20, 20, важно втянуться, пока идет втяг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На эту часть, где у нас соц. отложения возникают. Такие некрасивые, некрасивые соц. отложения. Вообще-то, когда талия у человека называется талией, то тело приобретает совершенно иное выражение, смотрится совершенно по-другому. Ну и естественная работа там всех этих наших внутренних органов совершенно иная. Субтитры сделал DimaTorzok Потихонечку улучшается гибкость тут. Потому что мы сидим, все, у нас позвоночный стол, так чуть-чуть гибкость позвонков крякается, ничего они не хотят. Надо потихонечку расширять. 21 минута у меня в занятии. В принципе, на этом тренировку пресса можно закончить. Но я добавлю еще одно упражнение. Особое. Вот эти все упражнения, что я сделал, это влияет на мышцы. Внешние мышцы. А вот для того, чтобы топить жир внутри, применяется совершенно иное упражнение. По-индусски оно называется мула-бандха. Втягивание живота на выдохе. По нашему простому вакууму. То есть мы делаем выдох и втягиваем живот. Ну происходит это примерно вот так вот. Ой, 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 ой. Подтянулась тут аж. Схватили судороги меня. Надо же. Побаливает, побаливает. Начинает втягиваться. И так как никогда ничего не делалось, возникают судороги. Кстати, вот это вот упражнение способствует тому, поднимает внутренние органы, почки там и все такое, что у нас от вот такого вот образа жизни сели картохи на ели с мясом, чем-нибудь напились и все. И все это под действием силы тяжести туда. То есть желудок сам давит на все это и проваливает туда. И потом это ни хрена не работает. Ай-яй-яй, надо разрезать, подтянуть, подшить, поставить на место. Вот упражнение, которое ставит все это на место. Одно из упражнений. Значит, вот это упражнение, вакуум, его можно делать, для того, чтобы именно жир внутренний убирать. Разов 5-7 в течение дня. Раз-два, раз-два. Ну, примерно, как я сделал. Ну, и еще полторы раза два. И хватит. Вот тут тянет. Чувствуется, сюда, видать, что-то уже опустилось, спрессовалось, отсюда прямо тянет. И еще, становимся так, руками упираемся в колени, делаем выдох. И. Поддержали, подержали, сколько можно. Выдохнули, сразу же идет жар. Но пока тут у меня все забито, у меня, кроме болевых ощущений, особо ничего нет. Посмотрим, что мы тут сделали. Вот так, когда тень есть, полутень, да. Кубики уже, видите, из-за этого что-то такое начинает проясняться. Ну. Ну. Субтитры сделал DimaTorzok